Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6. И в этой серии, как вы можете заметить, у нас наконец-то вышло обновление. Как раз таки прям сегодня, оказывается, вышло. Если бы не мой зритель не написал об этом, я бы так и не узнал. Сейчас как раз ставлю комментарий его. Спасибо большое ему за то, что он мне подсказал. Если бы он не сказал, я действительно так бы и не узнал. И как вы можете заметить, у нас пришел Новый год. Конечно, по игре там, наверное, скорее всего, Рождество. Так как компания заграничная, они там больше Рождество отмечают. Сейчас я вам скажу, в чем заключается обновление. Новый обезьянопарагон, морской наварх. Наварх, не знаю, что такое. Настоящий волостелин морей. Как вы можете понять, это обезьянов Лебустиер. У нас теперь стало парагоном новым. Установите бессовестные шары на новой средней карте Тихая улица. Новый облик Эзилии под названием Галаксили. Ё-моё, вот это название, но придумывали. Но образ очень, на самом деле, классно выглядит. Переделываем совместное лобби, чтобы игра начиналась быстрее. 17 новых товаров в магазине Трофея, включая 6 временных, которые лучше не упустить. Также добавили достижения, общее улучшение в игре, исправление. Если захотите почитать поподробнее, то можете зайти на их сайт и узнать что-то большее. Так, давайте как раз-таки зайдем в магазин Трофея. Мне интересно, что у нас тут добавилось. Ооо! Блин, новогодний я сразу же хочу. Я сейчас введем, а тогда буду копить вот эти все Трофеи, чтобы все это покупать. Блин, новогодний я прям здорово выглядит. Мне очень нравится такой вот ДДТ. Прям классный. Станки такие. Так, давайте смотреть нашего нового Парагона. Обзена Флибустьер. И меня, кстати, удивила новость в том, что он... Точнее, аж запутался. Что его можно открыть за 500 тысяч экспи. До этого же Парагоны открывались за миллион. То есть они, видимо, снизили планку. Но я был, в принципе, готов. Как видите, у меня тут много их. Так. Морской наварх. Я его именно так буду называть. Посмотрим. Блин, выглядит максимально круто. Игровая стоимость у него 500 тысяч. Не из дешевых, конечно. Так. Образ нового героя. Блин, какой классный. Может, стоит мне тогда сейчас копить на нее, чтобы потом купить этот образ? Как минимум, уже есть 3800. И я как раз еще смогу снять видео о ней. Блин, классно. Так. Мне так нравятся новые карты, если честно. Как они тут сделали? Блин. Почему только две игрушки тут отбиваются? Ну да ладно. Классно. Так. А тут что-нибудь будет? Да, все эльфы. Блин. Так. Новая карта. Где она? Во. Тихая улица. Так. Давайте тогда сыграем на ней. Так. Там вроде бы есть вода. Вроде сложности сложен. Так. Давайте стандартный выбирать. Блин, как классно. Я вообще не ожидал, что сейчас может новое обновление выйти. Чего? Если честно, я пока не понимаю, как тут все будет движется. А, то есть тут мы удалим, и у нас появится пруд. На самом деле, вроде бы новая карта для как раз-таки парагона. А воды-то что-то тут вообще практически нет. Куда нам ставить? Как нам лучше поставить? Где они будут проходить? Запутанная карта, если честно. Давайте вот проверим. Так. Они идут с двух сторон. Именно по вот этой штуке. Ну да. Как и предполагалось. Так. Давайте тут я немного прокачаю на всякий случай. Чтобы уж нам сразу же не проигрывать. Так. Пока что у нас тут адора будет. Если что, действительно можем потом попробовать купить нового героя. Ой. А что у нас тут проблемы? Ой. Тут немного. Ну да ладно. Есть что отрегиниться. А я что-то тупанул. Зачем нам адора? Нам нужен Бенджамин. Так. Не-не-не-не-не. Сейчас заново пойдем. К счастью, мы совсем чуть-чуть отыграли. Нам нужен Бенджамин. Бенджамин. Это 100%. Мы же на нового парагона купим как-никак. Адора нам денег не даст. Хотя ее скиллы, знаете, они очень полезные. Прям вот. Их игнорировать нельзя. Потому что они очень крутые. Так. Давайте тогда вот сразу же вот так вот прокачаем. И будем копить на Бенджамина. Чтобы все у нас было хорошо. В ближайшее время это обязательно у нас будет справляться. Классно. Классно. Карта на самом деле действительно очень интересная и прикольная. Тут все. На этой карте можно столько препятствий удалять. Это очень много на самом деле. Ну прикольно. Теперь я понял еще в чем прикол. Что они ходят именно по вот этим. Бордюрчикам. Можно так сказать. Молодцы. Соблюдаю тут все. Так. Пока у нас обезьян со всеми справляется. Я поставлю еще одну дополнительную. Так. Один пройдет. Ну да ладно. Не страшно. Так же хочу вас предупредить о том, что сегодня или завтра выйдет еще одно видео по Bloons.td. Ну прикол в том, что это видео было еще заснято в предыдущей версии. А именно я его снимал вчера. Я хотел его прям вчера для вас выложить. Но у меня были большие проблемы с монтажом. Мне просто не могло видео отрендериться. Я не знаю почему. Я четыре раза заново это все делал. И каждый раз появлялись новые ошибки. Мне было так грустно. И знаете, сегодня я наконец-то устранил эти ошибки. И такой подумал. Ну все. Я его даже отрендерил. Сейчас буду выкладывать. И бац. И обновление вышло. И такой. Нормально. Все. Снимаем обновление. Хотя видео там на самом деле очень крутое. Очень интересное. Я проходил испытания от зрителя. Которые мне там все так расписали. Такое сложное. Но очень интересно на самом деле. Было задание. Заставило меня очень сильно подумать. Но я не пожалел. Было очень классно. Так. Давайте тут немного эту взяну еще прокачаем. Чтобы было полегче. И будем копить на наши первые бананы у фермы. Здесь кстати действительно не так много места для них. Разве что вот здесь наверное можно кого-то ставить. А вот здесь вот можно ставить? Здесь нельзя. А вот что это? Вроде бы же обычная дорога. Или вдруг с ней что-то тоже сделают потом. Блин. Я надеюсь что ничего с ней не сделают. А то вдруг там появится новая линия. И там жесть. Хотя все может быть на самом деле. Если и будет то это довольно таки интересно. Так. Посталось бы придумать куда это все делать. Блин действительно сюда не поставить. Ну давайте прям вот рядом с Бенджамином. Так чуть. Сложности первые у нас появляются. Все банановую ферму мы прокачиваем. И здесь видимо нормально-то не прокачать банановую ферму на верхнюю линию. Чтобы их было несколько. Потому что тут правда сложно. Тут как-то толпучкой-то и не сделать. Места очень мало. Если так посмотреть. То есть надо будет как-то окольными путями пытаться накопить деньги. Ой посмотрите что-то сложно было. Так. Давайте тут я прокачу арбалет. Теперь у него дальность очень круто увеличилась. Круто увеличилась. Что за слова я заговорил. Так. Скоро уже пойдет первый наш камуфляж. Но мы с ним пока что готовы. То есть у нас нет никаких вообще проблем. Так. Куда бы нам вторую ферму поставить? Вот здесь будет тогда. Тоже до расширенного производства. Пока мы сами можем собирать бананы. Почему? Почему бы и нет? Пособираем. Так. Здесь еще. Опять начинает ведь проходить немного. Тут тоже до арбалета прокачаем. Двум арбалетчикам будет уже намного легче как-никак. Так. Еще я думаю нам пора ставить мага. С огненной стеной. И вот так вот чтобы он еще камуфляж видел. Потому что скоро пойдет уже наш свинец любимый. Ну не очень конечно уж и любимый. Но да ладно. Так. И будем копить на первый рынок. Нам еще надо накопить 2000. В принципе это недолго будет. Все неплохо. Пока вот эти воды даже убирать не буду. А кстати ведь здесь воды-то нормально. То есть мы можем потом ставить флибустеров и качать их на нижнюю линию. И они будут давать тоже дополнительные деньги. А это нам как раз таки им надо. Я одного. Ну действительно потом вот как. Точнее как. У нас должно быть три разных. Ну все. Да меня доперло. Все будет хорошо. Так. Один рынок есть. Будем на второй копить. Скоро пойдет первый мап через 8 раундов. Но к тому времени мы этот рынок еще успеем прокачать. И наверное даже еще один сделаем. И будем копить. На что вы лучше копить? Вот сейчас будем думать тогда. Копить на бомбометатель? Конечно бомбометатель будет подешевле. Правда где бы его поставить так, чтобы получше было? Тут какие-то места знаете вот все дурацкие максимально. Это мне конечно не нравится. О тут еще места хватает. Так давайте сделаем. У нас тут все равно. Деньги сейчас хорошо копятся. Проблем никаких нет. Быстренько накопим на еще один рынок. И будем уже откладывать деньги на другое. Может быть я обязательно нельзя куплю. И будем прокачивать ее на нижнюю линию. Вот сюда примерно я ее поставлю. Блин. Или вот сюда. Наверное куда-нибудь вот сюда лучше ее поставлю. Так. Ой сколько нам сейчас денег то надо? Немало. Прям правда немало. Я боюсь что можем не успеть. Ну будем надеяться. У нас есть еще два раунда. И нам надо накопить 4000. Блин. Еще полторы тысячи. Тысяча. Все у нас точно будет. О. И он прям сюда идет. Нормально. Все. Ставим тогда сейчас сразу же еще. Рынки. Ну карта действительно она знаете. Такая себе естественно. Разнообразие это. Хорошее. Мне нравится. Место. Место вообще безумно мало у нее. То есть как тут дальше то делать. У нас тут банановые фермы еле как. Влезают. Ой опасно. Так я аж тут задумался. А надо бы рынок прокачивать. Еще один. Видимо здесь лучше нам поставить еще одну обезьяну мага. Вот так вот. Чтоб все было. Так все таки намного лучше. Так. А вот если вот мы здесь сейчас удалим. Это для чего? Да. Мы сюда можем кого-то поставить. Но к сожалению этот кто-то не банановая ферма. Так. А если вот здесь вот. Надо бы как-то тут аккуратнее все это делать. А аккуратнее тут никак. То есть. Ой-ой-ой. Сколько тут всего. Так. Ну пока все еще справляемся. Так. Вот тут нам еще один рынок сейчас будет. Их уже у нас семь. Неплохо так-то. Но можно и побольше. Сейчас тут восьмой будем прокачивать. Хотя на самом деле вы знаете. Вот мы сейчас вот так идем по круговой. Здесь еще можно будет рынок поставить. Здесь еще один или два рынка. И неплохо. То есть посередине где-то может быть что-то еще можно поставить. Ой-ой. Сколько шаров. Так. Но идет у нас пока все нормально. Так. Деньги у нас накопились. Вот здесь уже навряд ли. О, нет. Здесь тоже у нас есть место. Еще один рынок. Сейчас еще. Ой. Шар прошел. Какая редкость на самом деле. Может быть нам еще этих обезьян прокачать не надо. Давайте вот так вот сделаем. Теперь я думаю у нас прям все должно быть хорошо. Так. Еще один рынок. А вот здесь. А! Видите? Как я и говорил. Здесь еще начнут ходить. Не просто же так это место сделали. Блин. Дерево, блин. Еще ты тут что-то. Мешаясься. Мне кажется, что здесь будет прям очень круто поставить супер обезьяну. Вот так вот. И ее еще вот так вот прокачать. Ну потом будем дальше, конечно, посередине. Ну просто у нее тут уже радиус увеличится. Потом еще будет больше. Так. Начинаем тут удалять эти пруды. Обезьяна-робот. Вот технический террор вроде бы еще должен хорошо увеличить. Радиус. Но пока мы справляемся нормально. Тем более с нашим супер обезьяной проблем не должно быть. Так. Я бы хотел сейчас флибустера наверх вот так попрокачивать. Потому что это как бы очень полезный навык. Точнее как. Это очень полезная обезьяна. Несмотря на то, что она как бы ничего толком не видит. Но тут же у нее летучки есть. Полезные. Так. И вот. О, сколько денег. Вот здесь у нас будет 100% отдельная обезьяна-флибустера, которая будет прокачиваться на низ. Она у нас типа тут будет самая главная. И они нам будут все деньги тоже приносить. Сейчас нам главное их тут поставить. Поаккуратнее, чтобы деньги с них потом получать. Хорошие. Так. И что, еще одна будет? Нет, что-то не будет. Ну да ладно. Так. Еще вот так делаем. А что, все, деньги закончились? Надо будет нам еще, наверное, сейчас начнем центральные рынки прокачивать. Так как они вроде бы приносят все равно побольше денег, чем вот эти обезьяны-флибустеры. Хотя, не знаю. Все равно хоть какие-то уже деньги пошли. Так. Во. Почти есть первый центральный рынок. Все. Идем дальше. Тем временем у нас сейчас 65 раунд. Парагона нам лучше докачать до 100 раунда. Надеюсь, у нас даже это получится. Вообще, я так смотрю. Может быть... Нет, тут не влезает. А вот... А вот тут вот влезает. Тут не влезает. Неравномерный. Тут круг у них вышел. Чтобы, знаете, если была бы возможность вот здесь поставить круг, но тут он просто не влезет даже без суперобезьяны, то здесь можно было поместить парагона. Это было бы прям круто, потому что если он будет где-то здесь стоять, он не на все будет улавливать. Такая сложная карта в этом плане. Может быть, она не предусматривалась для парагона. Зато мы одновременно сейчас посмотрим и его, и новую карту. Одни плюсы. Так. Посмотрите, кстати, сколько урона уже нанесла. Так. Ну, давайте так просто прокачаем, посмотрим. В чем бы и нет. Сейчас нам главное дальше рынки прокачивать. Чтобы они нам больше приносили... Ой. Не то. Чуть не то поставил. А вот рынок... Ой, точнее, обычную деревню, если мы прокачаем, то мы так, может быть, где-то 3 сможем... Ой, 4 захватить. Ну, пока не знаю. Может быть, мы и без этого справимся. Пока просто идем, живем, занимаемся своей жизнью. Если так посмотреть. Так. Еще, кстати, на рынок накопили. Хорошо, и сейчас начали деньги идти. Что не может не радовать. Смотрите, тут уже по 25 тысяч поприносили Бенджамин. 18 тысяч. Так, еще один. Флюбустеры, кстати, тоже, смотрите, нормально. И урон наносит, и деньги. Выгодно. Так. Сейчас вот еще я одного вот сюда вот поставлю. Он будет посередине вкачиваться. То есть у нас будет нижний, вот он наверх. Вот посередине. И теперь потом можно будет это тоже заставить флюбустерами, которые на низ прокачаны. Чтобы с них тоже получать дополнительные деньги. А то, чтобы накопить 500 тысяч, это надо, конечно, попотеть. С учетом того, что мы сейчас все деньги в прокачку отдаем. Но мне прям интересно, на самом деле, какие у него будут скиллы. И как он будет, в общем, выглядеть-то. Я все потерял. Все. Я все нашел. Так. Давайте-давайте, еще чуть-чуть. Опа. И все центральные рынки у нас уже есть. Все прокачалось. Так. Теперь будем тогда наших этих флюбустеров прокачивать. Чтобы они нам больше денег давали. Ну, хотя бы просто давали. Так. Ой, а тут опасно. Но мы должны справиться. 62 тысячи урона. А мы ведь даже до конца его не прокачали. Так. Я сейчас думаю, что мы, наверное, немного покупаем денег, чтобы действительно прокачать флагманский авианосец и технический террор. чтобы мы прям не волновались насчет дальнейших раундов. Так. Что-то подождите. Вот это было неожиданно. Офигеть. Там очень много камуфляжа, а у нас с ним проблемки. Сейчас тогда я быстро это исправлю. Причем максимально быстро. Постараюсь. Так. Вот радиус увеличился. Теперь тут все. Тут справляется с камуфляжем. Эти, в принципе, они же и так справляются с камуфляжем, который здесь находится. Да и вот эти все трое, они тоже справляются, кроме вот этого. То есть теперь он еще будет бить по камуфляжу. И давайте посмотрите, тут даже деревню толком не поставить. Что это за сектор-то такой? Ой, тут немного у нас проблемы с деньгами. Ну все. Теперь вот не должно возникнуть каких-либо проблем. Я бы надеяться как минимум. О! Еще это помещается. Еще вот так вот сделаем. Чтобы дополнительный урон наносился, причем хороший. И теперь у нас с той волной камуфляжной точно проблем не должно возникнуть. О, как вовремя я использовал скил. Столько денег. Так. Все нормально. Идем. 79 раунд. Давайте флагманский авианосец поставим. Тут у нас появились дополнительные места. Ну да, ладно. так. Берем, прокачиваем дальше наших фоллипбустеров, чтобы они нам деньги приносили. Которые нам как раз такие нужны. О, сколько денег. Так. тоже вот это прокачали. То здесь у нас уже неплохо на самом деле. А деньги они приносят нормальные. Та-дам. Вот и 80 уровень у нас преодолен. Идем дальше. Конечно же мы на этом не будем останавливаться. блин. Я уж подумал, что можно будет на этого фоллипустера еще одного поставить. Просто там вот висит как раз таки место, где можем дополнительного кого-то разместить. Я подумал, а вдруг вдруг мы сможем. Так. Что тут? Все? Да, тут реально все. Ну, неплохо. И так нормально тут место. Перетыкал. Пипец. Ну, ладно. Теперь у нас тут будет самое прокаченное. Обезьянов либо стернаша. Ну, неплохо. Как раз все равно нам надо было этого сделать. Но все-таки я не рассчитывал, что это она им будет. Я думал, что это будет другая. ну, это знаете, это как в фильмах или в мультиках, когда все считали, что этот человек избранный, а на самом деле это другой. Нет, тут то же самое. Судьба, что судьба, все должно быть так, как есть. Так. Ну, все. Теперь, я думаю, у нас с деньгами прямо там. Не должно быть каких-то проблем. Конечно, по всему экрану летают пули всякие. Посмотрите, уже 200 тысяч. Неплохо. Так, тут еще прокачали, радиус увеличили. Так. И теперь можем начинать уже копить деньги. То есть, вот у нас 60 тысяч есть. Так, надо тут посмотреть. То есть, уже 2 именно есть, как минимум. Тут еще 540 тысяч нам надо. Опа, забрали, деньги получили. Зачем скил этот использовал, я не знаю. Так. Нам, наверное, надо будет вот это прокачать, вот это прокачать. И где-нибудь нам надо будет, наверное, прокачать еще обезьяна-мага до нижней линии. Чтобы он мог отправлять эти некроманские дирижабли. Потому что в 90-м раунде они нам как раз-таки очень будут нужны. Ну, пока что я не знаю. Может быть, нам и так нормально будет. Опа, деньги. Жалко, что тут не пишите, сколько он нам принес. Ну, ладно. 136 тысяч у нас уже есть. Оба, еще забрали. И как раз-таки они сейчас урон большой наносят. И для нас это только плюс. В том плане, что когда мы будем делать парагоны, у него может степень увеличится. А тут как раз-таки на них же еще надо деньги тратить. А мы пока вкачивали по нижней линии флибустеров, мы денег-то немало потратили. Так, мне сейчас интересно, как мы справимся с 90-м раундом. Да, мы справились, все хорошо, все нормально. Можем, наверное, еще... Блин. Улавливала бы она еще баф деревни. Или как тут можно... Можно тут увеличить, пожалуйста. Сейчас буду пытаться втулить ее. Вы посмотрите, совсем чуть не хватает, но вот как обычно. Вот тут хватает. И вот так вот. Чтобы они если что замедляли. И теперь нам осталось накопить 250 тысяч. Ну, 260, если не округлять. Но это не так долго. То есть все нормально. Все, накопим. К сотому раунду уж точно мы это все сделаем. Блин. Прикольно, интересно, справляемся все, радует. Флебустеры, конечно, тут, да, они прям очень много денег приносят. Так, а вот этот как? Ой, даже ткил чайно завязал. Неплохо. Так. Правда, мне вот эти критические удары постоянно бесят. А они же от суперобезьяны, и еще они от обычных обезьян с дротиками. Вроде бы можно это как-то отключить, но я не хочу дополнительно отключать. Если что, потом, когда поставим парагона, может быть, удалим нашу суперобезьяну, чтобы посмотреть, что да как у нас вообще. Думаю, будем парагона создавать из этой обезьяны, так как она ближе всего так подходит, чтобы нормальный урон наносить на этой карте. Так. Все, забираем. Совсем, кстати, мы справляемся нормально. Проблем нет. Полмиллиона урона она уже нанесла. Нанес флагманский авианосец как-никак. Ну, тут всего 3000, но его главная задача это нам деньги давать. Последние 100000 нам осталось накопить. и наконец-то мы получим нашего нового парагона. Он даже не верится. Как давно не было последнего. Я как раз недавно вспоминал, когда был последний парагон, и он был месяца полтора назад. Он вышел где-то в середине октября. То есть, да, даже почти два месяца прошло. Так. И, видимо, они все-таки решили теперь добавлять по одному парагону в обновление. Ну, хоть что-то, знаете, тоже неплохо. Просто, когда только парагоны добавили, их же сразу же два было. А тут они еще, видимо, решили делать по каждому парагону из каждого отдела. Не удивлюсь, если следующий парагон будет этот из поддержки. Будет прикольно, если именно так. Так. Тут все мы забираем. Я нам предлагаю продать и создать нашего парагона морской наверх. 34 степень. Вы посмотрите на него. Так, давайте я тут на всех случаях это даже удалю. Он уже уничтожил. Я даже не заметил. Он еще деньги приносит. Офигеть. Посмотрите у него какие-то... О, это же еще скилл какой-то. Чего? Он сам Муабу сразу же уничтожает. Как это работает? Я даже не тыкал на кнопку. Офигеть. Вы это видите? А если я нажму? Он там, по-моему, многих сразу же забрал, да? Уже миллион урона. Я, если честно, в шоке. это очень круто. Что если бы у него была еще такая очень большая степень? Блин. Против боссов он будет очень хорош. Потому что из них же часто вылетают какие-то другие дирижабли, вот это вот все. И он как раз будет сразу же их уничтожать. Как вы видите сейчас. Он просто каждого второго захватывает. А тут еще куча. Еще денег дает. Он нам уже 30 тысяч дал. С учетом того, что как бы у нас на карте почти больше нет никого из прокачанных. То есть все самые обычные стоят. Основной урон, конечно же, он наносит. И это невероятно урон. Это очень круто. 3 миллиона 3 миллиона ведь? Да. 110 раунд у нас. Сейчас даже наверное больше никого не буду прокачивать и посмотрим насколько нас хватит. А это ведь представляете мы еще на такой вот карте поставили где всего два небольших водных резервуара. резервуара. Говорить разучился. Что было бы если мы поставили на водной карте где там острова совсем чуть-чуть почти все в воде. Мы бы там смогли поставить очень много флебустеров и какая бы там степень была. Жесть. Тем временем мы кстати 400 тысяч практически уже накопили. Неплохо. Давайте тут Обязание Уолд Стрит куплю. Почему бы нет? Посмотрим. Вот эту Обязану Азба я тут продал чтобы посмотреть именно как по урону идет Обязана Флебустера одна. И это просто невероятно. И тут космические корабли они как будто шотают вот знаете а может быть они так и делают потому что уже практически 6 миллионов урона каждую секунду копится и копится Офигеть он очень сильный Вот хотелось бы теперь знаете его проверить против какого-то босса в субботу обычно же они заново появляются и как раз таки в субботу мы посмотрим так давайте попробуем его захватить захватывает он захватил фиолетового как это возможно уже откодешилось причем ну то есть мы действительно можем постоянно захватывать это вообще это что-то с чем-то как какая все-таки крутая механика эти парагоны так и я как понял вот сюда мы можем кого-либо поставить да это ведь именно на это место я ставлю не сюда если да то это прикольно правда так вот смотрится на самом деле как будто я хотя тут толком места то и нету то есть скорее всего это я не знаю на самом деле это наверное отдельно проверять если мы сюда еще кого-то можем поставить это действительно классно так давайте я тут обземь деревню уберу тут еще есть так да слушайте это действительно сто процентов место для него потому что прям вот так вот выглядит точнее мне так кажется да он прям здесь стоит блин круто так давайте продадим так а если мы здесь парагоны создадим слушайте у нас денег там много да тут вот так вот сделаем тут вот так вот сделаем ой 648 тысяч все-таки обезьянный ниндзя это все равно самый дорогой парагон будем смотреть будем копить и посмотрим что будет если мы на плечо к нашему парагону поставим еще одного парагона причем настолько сильного это будет вообще круто 11 миллионов урона до сих пор любем блин как круто так почти накопили кстати уже нам осталось накопить 30 тысяч но это будет недолго он вообще никому не дает пройти как это классно так 10 тысяч осталось 130 раунд до сих пор живем можно сказать за счет всего одного парагона но правда он и стоит там больших денег так реально посмотрите парагон на парагоне блин как классно так теперь я хочу вот сюда еще одного парагона поставить посмотрим что у нас тут вообще может получиться если мы конечно успеем накопить хотя если мы вот такое вот продаем мы получим немало денег ну чуть-чуть их еще поэксплуатируем все-таки если не вот так деньги приносят хорошие то и так все будет нормально так он тут у нас пока по проколу стоит почти не дамажит ну да ладно нам главное просто проверить как это вообще возможно или нет так а мне вот самому вот интересно а как он сам то бьет он вроде бы еще же сам должен урон наносить просто так получается что тут такая живая изгородь которая блокирует все и мы именно видим как он захватывает очень круто захватывает и как у него вот эти летают космолеты какие-то интересно сам ли он тоже чем-то стреляет правда вот интересно за присоски не дают дополнительные деньги если так посмотреть то если прокачивать в любую стера по второй линии то там за захват даются дополнительные деньги могли бы и оставить в принципе хотя это наверное слишком много денег мы получали но было бы неплохо так вот так прокачаем тут вот так и теперь осталось накопить 432 тысячи деревню можем продать спокойно что нам тут и так хорошо этот прогон что-то нанес удивительно любустер все-таки в основном все сам забирает морской навар лучшее что бывало в море что правда то правда теперь мне интересно как бы у нас выглядел подводник прогон это было прям классно кстати посмотрите у нас остались бонусы это видимо от него все-таки все и укрепленного спокойно забрали офигеть а чё а чё другой рам не начинается а как-то просто так долго все это было или они не ожидали что мы так рано уничтожим посмотрите какой быстрый кд у этого скилла просто постоянно заново можем забирать новые новые дирижабли фиолетовые опять кд опять забрали сейчас щетка дышится ну его мы и так видимо уничтожим максимально быстро вот эти вот позабираем чего нам этого стоит там можем себе позволить так давайте тут продадим 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 сейчас еще вот эти вот не туда почти накопили а нет не накопили окей сейчас еще чуть-чуть туда нам остается 40 тысяч просто эту я пока что хочу оставить пускай хоть что-то побудет бенджамин у нас тут давно уже прокачался забрали все все наше так ладно давайте продадим тоже господин глеф офигеть на парагоне два парагона блин на самом деле это ну крутая возможность что мы можем вот так вот поставить дополнительных двух он кстати много урона наносит на удивление так но все таки тут уже 29 миллионов урона это да с этим не поспоришь это невероятно урон и он нам принес еще 150 тысяч монет конечно не так много ну нормально с учетом того что мы его поставили ближе к сотому раунду то есть за 50 раундов он дал по ну вот 150 тысяч значит это в среднем где-то по 3000 за раунд нормально но если так посмотреть то флибустеры прокаченные по отдельности давали бы намного больше то есть они бы нам давали где-то по 7000 может быть меньше может быть больше я точно так не припомню ну конечно подрезали ему заработок но неплохо 35 практически миллионов урона тут еще забрали сейчас еще его быстро уничтожим нормально так-то это обзем двумя рангами уже миллион урона нанесло успела обогнать парагона ниндзя вознесенную тень господин глеф и морской наварх так неплохо 150 раунд а мы все живем и живем реально вот знаете еще выйдет пару парагонов и можно только на них ну вот идти так далеко и я сейчас понимаю что я безумно хочу парагона банановой фермы представьте как она ну бы выглядела как вы думаете вообще как это все может произойти ну денег бы получали просто миллионы ну было бы классно я был бы не против на самом деле ой что-то я так замечтался но банановая ферма это же вообще это одновременно банк это одновременно рынок и это одновременно обычная ферма лаборатория это исследовательская как это вообще можно совместить чтобы это было как единая постройка блин прикольно так ну видимо мы так еще можем жить очень долго очень долго тут смотреть как набирается как это урон у нашего наварха 45 миллионов и на этом он точно не собирается останавливаться как я понимаю скиллы у него кд максимально быстро это очень классно это очень здорово поэтому наверное постепенно мы тут будем заканчивать мне правда сейчас тоже интересно посмотреть что будет если мы удалим этого обезьянов лебустиера что будет с этими парагонами типа они же как бы вроде бы на них на нем селят если мы его продадим куда все остальные денутся так давайте вот сейчас вот он наберет 50 миллионов и посмотрим 50 миллионов урона есть у нас все продалось а и деньги нам кстати дали сколько у нас да нам дали полтора миллиона ну где-то миллион четыреста и это сразу же за всех трех парагонов офигеть ну кстати могли бы еще сделать так что типа все постройки которые были на этом парагоне они тоже уничтожатся уведомления а тут тут как-то так и все резко обезьяна звезда это конечно наш навар 49 миллионов по-моему 50 же было почему 49 ну да ладно так как классно очень крутый парагон на самом деле мне очень понравилось за него играть мы еще и денег много получили и карта на самом деле интересная правда я так и не понял насчет второй вот этой вот линии как дорога все-таки по ней кто-то ходил или нет ну просто так быстро все уничтожали что я так и не понял ну надеюсь что вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а я буду заканчивать серию всем удачи и всем пока пока